Да, духовное тело. Духовное тело находится за межами материи. Духовное тело – это то наше тело, которое состоит из нашего духовного священия. Оно не состоит из искр. Оно состоит из света нашего имя, который является как бы частью нас самих. Если материальное тело состоит из других искр, духовное тело не имеет внутреннего строения. Это тело является самой элементарной частицей. Духовное тело – это то, что можете оставлять фантомы после нас в определенных местах? Нет. Оно находится в духовном мире. В материальном мире оно нисходит очень редко. Духовное тело находится только в духовном мире? Сознательно мы можем его призвать сюда, если мы захотим. Но если это мы себя осознаем с собой, это если мы можем снять интерфейс, который называется ЭГО-1 и воспользоваться своими непосредственными функциями. А зачем нам это тело нужно? Для того, чтобы делать всевозможные чудеса, например, в материальном мире. Если захотеть. Если захотеть. Ну, чтобы призвать это духовное тело, чтобы оно пришло сюда, в это тело? Ну, или рядом. А оно даже рядом может быть? Может, чего бы нет. Но это нужно осознать себя. Да. А как осознать себя? Ну, это такой же пример, как, допустим, игрок в танке, там, или какая там зараза еще есть, может поесть, только если он отрешится от компьютерной игры, встанет и пойдет, возьмет пищу и съест. Если уже он забывает, что есть у него голод, что есть у него там потребности биологического тела, только играет на компьютере, то он и поесть не может. Угу. Там в компьютерной игре нет кнопки, которую нажать поесть. Угу. Так же ж? Ну да. Или даже заплатить за интернет. Ему надо выйти, пойти там, в банкомат, еще куда-нибудь. Заплатить за интернет. Так и тут. А осознание – это вот как раз ликвидировать воздействие ложного эго. Постепенно начать ковыряться с тем, как на нас влияет истина эго, как это все связано, и постепенно научиться его снимать. Снимать его не понял я. Вот тут момент вот этот. Как снимать? Что снимать? Полностью выходить из всех тонких тел, даже из ложного эго. Это то, что святые делают для того, чтобы научиться потом вознестись. Но это для среднестатистического человека практически нереально. Хотя ты же не среднестатистический. Ты один из немногих украинцев, который в данное время заинтересовался духовным развитием. Так что перспектива есть. Идем дальше? Да.